МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз, два, три! Под звуки оркестра в торжественной обстановке в школе лесного городка встречают гостей патриотической эстафеты. Перед официальной передачей символов организаторы предлагают ознакомиться с выставкой тематических рисунков. В зале не только школьники пригласили ветеранов. Символы победы в этом году – морская офицерская фуражка времен Великой Отечественной, медаль за оборону советского Заполярья и копия знамени Победы. Кольский полуостров занимал значительное место в агрессивных планах гитлеровского командования. Основными задачами противника были захват города Мурманска с его незамерзающим портом, пунктов базирования Северного флота, а также выход на линию Кировской железной дороги, соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. Этот проект девятый год шагает по Одинцовской земле. Мы знаем, что этот проект уже полюбился нашими ветеранами, подрастающим поколениям. И задача проекта была следующая, 9 лет назад. Глава сказал, очень мало мы. Бегаем, работаем, очень мало выделяем времени нашим ветеранам. Только перед 9 мая. А так нельзя. Кульминация концерта – передача символов эстафеты. Владислав Морозов церемонию репетировал месяц. Молодой человек очень ответственно относится к своему участию в салюте победе. Рассказывает, в юной армии оказался из-за прадеда-танкиста, прошедшего всю войну. Я очень горд за моего прадеда, который воевал, из-за которого сейчас я жив и могу учиться. В данных мероприятиях мы участвуем уже не первый раз. 9 числа будем передавать также все артефакты. Девятый этап военно-патриотической эстафеты уже ждут в Больших Веземах. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.